Мне хотелось бы поговорить с вами на одну из самых горячих тем российского футбола. Сейчас очень многие поклонники РПЛ начали строить теорию о том, что Зенит в ближайшее время получит новый фарм-клуб в рамках высшей лиги российского чемпионата. Речь про Нижний Новгород. Я напомню, что этот коллектив недавно все-таки пробился в высшую лигу в связи с очень неприятной ситуацией, когда Айнбург был фактически отстранен от высшего эшелона и там были другие неприятные ситуации. Короче говоря, Нижний с третьей строчки пробился в элитный дивизион. Но вот ведь не задача. У них наставника нет. Роберт Евдокимов хоть и вел команду, скажем так, на верхних строчках турнирной таблицы, но чем-то, видимо, не устроил руководство, был отправлен в отставку и последние два тура в ФНЛ команда проводилась с исполняющим обязанности главного тренера. И тут появились сообщения о том, что Александр Кержаков может стать новым наставником, собственно говоря, Нижнего Новгорода. И, казалось бы, что такого? Ну да, у него питерское прошлое, он бывший футболист Зенита, но, в конце концов, вот, например, есть футбольный клуб «Урал», которым также руководит бывший зенитовец Матвеев. И как-то здесь не строится никаких теорий и догадок. Но ситуация, увы, не такая простая. Но сперва хотелось бы напомнить вам, что наш спонсор, компания «Балтбет», продолжает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в описании и зарегистрируетесь на сайте «Балтбет», то вы можете получить бонус, три бесплатные ставки. Главное, не забывайте вводить промокод «Калуцкий24», указанный в описании к этому ролику. Итак, давайте разберемся в этой ситуации. Сейчас в Российскую Лигу не попал Оренбург. Клуб, который многие считают фарм-клубом Зенита. То есть такой ручной командой, которая была поставщиком шести очков. Опять же, это не утверждение, это распространенная теория. Ну и в результате у многих появилась теория, что нужно, так скажем, подтащить новую команду для тех самых шести очков. Меня опять терзают смутные сомнения. И вот появляется Нижний Новгород. Команда, которой срочно нужно финансирование, потому что у них на данный момент всего три футболиста на контрактах. Остальные либо уходят, либо аренда заканчивается. В общем, ситуация неприятная. Поэтому у них нет какого-то надежного финансирования. Месяц назад были слухи, что Ростех готов был спонсировать клуб, но не сложилось. И тут появляются сообщения о том, что «Газпром» может стать главным спонсором клуба. И вот как раз это, вкупе с этими слухами про возможное назначение Киржакова, который уже фотографии присылают из Нижнего Новгорода, это все вместе и дает вот эту теорию о том, что Нижний является фарм-клубом «Зенита». Новым фарм-клубом. Пока что официальной информации нет ни по Киржакову, хоть он и фоткается в Нижнем Новгороде, ни по «Газпрому». Хотя здесь следует отметить, что и опровержения никакого не было со стороны генерального директора Нижнего Новгорода Измайлова. Здесь пока что это все на уровне теорий. Но если это все сложится воедино, то будет не совсем приятно и не совсем красиво. Ты пойман за руку, как дешевка. И тогда в глазах общественности Нижний реально будет восприниматься как фарм-клуб. Ну, во всяком случае, в глазах части футбольной общественности. Тем более, что эта команда, в общем-то, еще до всех этих слухов считалась достаточно тесно связанной с «Зенитом». Например, то, что они последние два года стабильно арендовывают футболистов из Санкт-Петербурга. В том числе, например, как Коева, достаточно перспективного игрока, футболиста молодежной сборной России. И если вот сейчас будет повторение истории с 2019 годом из Сочи, когда из «Зенита» в этот коллектив перешло 9 футболистов, ну, будет, прям скажем, неприятно. Сейчас, конечно, поменялась обстановка. Сейчас ограничение максимум 3 футболиста, которые могут уйти в аренду. Но, с другой стороны, никто не исключает такого варианта, что сейчас Нижний арендует 3 футболистов «Зенита», плюс туда перейдут те игроки, которые не вписываются в дальнейшие планы Симака. И вот тогда у всех окончательно сформируется образ такой вот ручной команды. И ситуация будет действительно неоднозначной. И да, я понимаю, что многие фанаты Санкт-Петербурга отчасти справедливо будут говорить, ну, неужели это нужно коллективу из Северной столицы? Вот зачем? Неужели они и так не смогут обыграть тот же самый Нижний Новгород и так далее и тому подобное? Но мне хотелось бы отметить любопытный нюанс, который я, кстати, совсем случайно недавно заметил. За последние два года, то есть с того самого момента, как футбольный клуб Сочи попал в высшую лигу, было всего две команды, которые проиграли «Зениту» четыре раза. Это Тамбов и Сочи. У одних сейчас путевка в ФНЛ, а у других путевка в Еврокубки. У одних колхозный состав, у других состав на уровне топовых клубов России. Но почему-то их роднит одно. Они четыре раза проиграли «Зениту» в последних двух сезонах. Ну, конечно, тут можно будет обвинять всех в сектантстве. Тем более, это сейчас мода такая у некоторых питерских блогеров. Если ты не согласен со мной, то ты априори сектант. Но, на мой взгляд, здесь, по крайней мере, подозрения определенные вполне себе обоснованы. Ну, а дальше посмотрим, как будет развиваться ситуация с Сочами и с Нижним Новгородом. Ну, а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб-канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну, а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну, и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.